всем привет с вами в общем я дезертир со мной phantom pain все дела и в общем сейчас начну буквально через секундочку единственное нужно кое-что проверить все ли хорошо идет надеюсь что идет все по идее хорошо трансляция должна идти качественная как всегда собственно говоря поэтому все должно идти хорошо так и буквально секундочку еще вот так вот все почти почти закончил 1 twitch twitch все вроде теперь стрим будет идти на twitch все нормально все хорошо должно быть все классно на стриме правда почему-то написано что я играю до сих пор в диабла это не дело надо бы это заменить так сейчас мы это заменим давайте быстренько это сделаем так phantom pain так сюда стоя часть отлично хорошо я думаю что это будет достаточно для того чтобы нормально все записать ладенько что собственно я хочу сказать и собственно мы начинаем как всегда секундочку так вот все все пошло все хорошо все играется ну и мы начинаем прохождение продолжения данной веселой игры что ж север кабула афганистан все как всегда вы получили сегодняшнюю ежедневную премию заберите хорошо сегодня я еще забирал премию что нам награду дается монеты гб аж 15 штук афигеть мне монет джин пива побольше вот это действительно мне как-то помогло давайте быстренько отправим людей на задание с этого задания есть вероятность что даже мои лучшие бойцы могут особо живыми не вернуться поэтому как-то надо поаккуратнее быть попробуем найти нечто соизмеримое скажем так по цене чут у меня он вера вот все все нормально а так поддержка 50 процентов боеспособность точнее 50 у них что у нас 100 нам обеспечено так и давайте найдем какого-нибудь какого-нибудь полезного не будем убрать травы соберем травы нам нужны к списку миссии насколько мне не изменяет память в прошлый прошлый раз чем мы делали в прошлый раз мы там по-моему бегали за танками самой последней миссии и в общем как-то что-то там весело было что-то там весело было оккупационные силы помог как раз вот это агасики ликвидируйте полковника там все такое оружие рекомендуется ракеты ну да ну да это мы и делали точно 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 так а теперь мы сделаем помощь и отход это следующая миссия чтобы вы так сказать ничего не пропустили потом поехали высаживаться мы будем ну даже не знаю я в прошлый раз высаживался вот здесь здесь же наверное и буду этим заниматься так выбор оборудования давайте оружие возьмем где у нас тут оружием о нам предоставляется более совершенный вид оружие нет или это просто другая винтов нет видимо это просто другая винтовка да это другая винтовка да ладно что я хотел сделать то я хотел забрать с собой гранатомет все дела ну вот у него не так уж много выстрелов но думаю она нам поможет хотя там есть и другой способ можно попробовать утащить с собой бтр и это будет не менее весело чем мы собственно сейчас попробуем и заняться благо си 4 на всякий случай у нас есть и грузы мы подымать можем так что почему бы и нет так насчет напарника о молчу не нам здесь немножечко не подойдет мы возьмем с собой девокер параметры девокера собственно как бы да параметры стандартная напарник девокер все хорошо вот так вот он нас прикольный девокер выглядит опять буду сейчас немножечко привыкать к управлению мышки почему-то на меня странно работает так выбор персонажа естественно это будет снейк тут без вариантов но мы возьмем не маскировочный костюм а боевую форму ней мы будем получать меньше урона его дела потому что нам нужно уничтожить как можно больше боевой техники противника все-таки это важно нас будет часто обстреливать мы должны выжить устройство айдроид чтобы воспользоваться параметрами устройства айдроид нажмите бла бла это устройство позволяет получить различную информацию заказывает снабжение и вызывать вертолет поддержки ну и так далее агасики спасибо и вам как говорится тоже привет вы надеете что действительно не будем долго тупить ну это миссия вообще прошел сам по себе с первого раза там пройти и несложно но вот насколько хорошо у меня это получится сейчас сказать сложно так вот машины сами по себе насколько я помню будет выдвигаться наша задача не забрать их машины уничтожить все таки поэтому мы побежим сразу к последней точке эти даже и где там у нас карта давайте его 10 пометим точка которая находится вот здесь будет самая удобная потому что последний броневик находится вот тут который мы как бы не видим и если мы его не уничтожим по идее будет обидно так давайте глянем на самом деле эвакуированы четыре солдата искавшего беглого пленника 6 пленников три танка бронемашина эвакуирована че еще здесь надо все бронемашины уничтожены без использования снабжения или огневой поддержки ну это несложно а вот насчет четыре пленника слушайте а давайте попробуем пленниками заняться нет интересно есть наверно пленники значит я не знал а все нет объекты начали движение тогда поехали все таки за последним сразу иначе мы не успеем уничтожить шутка юмора что все объекты будет идти в одном и том же направлении поэтому уничтожить их не заставить никакого труда но напомню что это все таки именно советская техника а не российская в данном случае хотя разницы особой нет ну как таковой почти что вот к сожалению в камне он врезается только так только в путь это у него есть с этим все таки проблема так быстренько аккуратно надо обходить все эти посты ехать все таки за последние ты веселые техники ладно слушай мы должны сделать самое приятное это тупо пролететь вот этот блокпост у нас сейчас будет конечно же пытаться убить все такое но главное что мы его аккуратно пролетим по сути слышал какой-то шум действительно привет броневик привет броневик броневик ты рад я надеюсь привет так самое интересное что да они блокируют транспорт ну то есть грубо говоря если вот стоит что-то на их пути они такие типа сначала смотрят и не понимают что почему здесь что-то вообще стоит ну например если там стоит лошадь то они ее сначала сигналит ей потом она должна отбежать уже и только после этого они едут дальше то есть нет они не едут напрямик но если транспорт как увидите уничтожается то через какое-то время он просто полностью исчезает уничтожить весь транспорт проблемы не составляет потому что ну не как таковое хватит ракет плюс я по идее могу запросить спокойно помощь бтря будет относительно много это единственный минус но насколько я понимаю это фактически единственный способ закончить миссию нормально то есть ну если вы хотите конечно громко ее закончить уберете встаете вот сюда вот и спокойно расшарашиваете здесь броневики особенно учитывая что там скоро подъедет очень полезнейший на мой взгляд грузовичок с очень полезный опять таки на мой взгляд штучкой бум бум в принципе даже двух снарядов как бы хватает такие дела на ближайший к нам бтр находится очень далеко то бишь вот тут и нам не составит труда тупо взять и убить вот этот вот маленький грузовичок когда он подъедет какие дела в общем сейчас мы займемся вон тем грузовичком сейчас он там к нам подъедет его главное обязательно не уничтожать прям вообще он нам нужен именно живым нам нужен живым соответственно нам нужно просто убить водителя который там едет как-то так как-то так я понял шутку юмора здесь немножко другая тема это немножко не тот грузовик который я думал ну да ладно увезти скажем так лишнего друга тоже не помешает это праздник 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 посмотри на андроид и что там в тайном транзитном пункте ах хрен его пойми чё там так ну в любом случае надо будет его проверить хорошо что здесь цель ладно здесь абсолютно разные есть способы уничтожения насколько я знаю шины здесь да по идее тоже простреливаются игра очень реиграбельна в плане возможностей по поводу мин ну так как у меня мин к сожалению нету я могу это сделать вот таким вот замечательным способом причем моргающие мины они конечно же тоже не видят ребята да такие проблемы ну к тому что грубо говоря мы же видим что они красненькие они не видят и даже не знают о том что они такие очень сложность у нас 7 минут можно конечно бегло путешествовать по карте да там пытаться как-то истреблять их но в принципе это не обязательно идеи нам хватает с лихвой всего этого времени да да например эти же бтр и им нельзя убить водителя ух ты какой интересный бтр это смотрите ка э чуть не проехал гад это уже не совсем бтр это некая пусковая установка дорогие мои друзья так мне показалось или да походу здесь выехал еще один бтр как он там нашел тело не понятно но кей по сути в этом плане миссия чуть-чуть однообразно ну если проходить ее таким образом но вот дальше будет интереснее потому что дальше мы пойдем освобождать заложников это это тоже особо не очень интересно так двести двадцать и четыреста пятьдесят мне понадобится помощь я думаю я справлюсь будет некоторый момент перед тем как я смогу это дело нормально взорвать а тут уже обычный бтр я уничтожил всего половину объекта четыре семьи с чем то очень особым естественно мы заставим их поделиться вот кстати да кстати возможно что джип нашли вот джип возможно вот их никак не смутило кстати что взорвалась по идее он сгорит короче вот нам обновили у нас появились еще две цели давайте же возьмем ту пушку которую они нам предлагают взять так почему он у меня заглючил ну ладно вообще его можно было эвакуировать он довольно полезный чувак но я думаю что я как-нибудь справлюсь без этого тем более что мне предлагают взять такую замечательную штученцию в виде вот этого замечательнейшего рпг и дальше у нас идет время буквально на секунды ну в некотором смысле ой я немножко потерял простите своего друга кстати там можно по-моему джип утащить в задании или нет не помню почему бы это не сделать ня 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 уничтожение кстати в этой игре можно утаскивать абсолютно все что угодно и это прекрасно я бы даже в каком-то смысле сказал что это прям замечательно так информация обновлена здесь у нас такой дурындой на плечах мы спокойно выделяемся из общего вида но нашему айдроиду все по боку и это просто отлично едем до следующих целей они находятся чуть впереди уже нас по сути и встречать мы будем вот на вот этой дороге дорогие мои друзья цель захвачена цель ну захватись же ты цель захвачена шикарнейшая штукенция вы не находите итак нам требуется тупо покинуть зону миссии но предварительно как я уже сказал мы можем ну давайте поможем советом точнее как сейчас мы кстати глянем давайте откуда у нас приближается техника страшнее что у нас здесь здесь у нас танк хорошо здесь у нас штурмовый вертолет это прям вообще нехорошо здесь тоже танк и здесь тоже танк ну ближе мы всего находимся вот сюда конечно же поэтому проще будет уничтожить всю технику сверху в первую очередь это будет вертолет ребят не мешайте мне так прием прием ну как они тебя услышат дружок блин единственный минус мы по моему с двухсот метров только его можем шмалять или что-то около того ближе он к сожалению не ловит а ближе нас заметят так придется подобраться к нему поближе это не склад это огромная тюрьма вертолет твою ж мать куда ты собственно падла полетел ага ща мы его и поймаем прилетело порядком вертолет но он по-моему сейчас собьет цели со своего хвоста а может и не собьет нет как-то они в него влетели пока вертолетик вот все вертолета у нас больше нет отлично а девокер поврежден серьезно они уничтожили мой девокер лол сволочь ладно давайте попробуем эвакуировать их танк ну чтоб прям совсем быть радостным девокер эвакуирован у нас осталось две цели примерно в тысячи километров от нас каждая ну в тысячи метров точнее серьезно танк прям вот тут вот решил поехать лол я думал у меня получится его эвакуировать не 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 раздавленным танком это точно не наша судьба Ну ладно Хорошо Тоже как вариант пойдет Ладно, сейчас мы потихонечку установимся Я думаю, что все будет нормально Да нет, помощь в чате особо не нужна Вроде тут как-то не так много народу, что была какая-то нужна помощь Что-то нам как-то прям совсем плохо Надо как-то поаккуратнее быть все-таки Давайте закажем, я думаю Задание Сброс припасов на фултоне Естественно Но мне нужна точка сброса где-то вот здесь Нет, это будет уже поздно Где-то вот здесь Отличненько Я не знаю, правда, с кем они воюют там А, видать, они воюют с как раз-таки повстанцами Собственно, о чем говорилось чуть ранее Дай ты мне его сбить, е-мое А, все, отлично сбил его Можно спокойно уезжать чуть дальше Через 100 метров у нас идет сброс КПС СССР переходит в боевое положение, так сказать Выпрыгиваем и собираем все нужные нам патроны Ну, как я помню Мне здесь только РПГ сбросят Оружие мне так и не сбросили Ну, шикарно Ладненько, надо как-то попробовать утащить этот гребаный танк И в идеале уничтожить или утащить тот танк И будет все тогда шикарно просто Кстати, самое интересное Если мы не уничтожим какой-то из БТРов, например Ну, допустим, первый самый То миссия пойдет немножко с другой стороны И у нас не будет подкрепления советских сил Что, собственно, дает людям плюс в плане Почему-то он у меня уезжает от меня Мне это не нравится Почему он от меня уезжает? Так, стоп Один уезжает, другой подъезжает Давайте тому тогда 600 метров бежать ближе Хотя, можно опять-таки вызвать Девокера Так, поддержка с воздуха нет Вертолет, рандеву рано Поддержки напарника Давайте Девокера снова вызовем И, допустим, где-нибудь сюда кинем Ну, сообщения дня, они такие, да Они у нас обновляются немножко редко Кстати, благо я взял именно броню Иначе бы тот танк меня прям На куски, можно сказать, бы порвал Девокера нам сбросили Сейчас он будет постараться на нем как-то добираться До вот того танка Насколько я понимаю, он едет как бы к нам на встречу Возможно, мы с ним где-нибудь пересечемся Желательно, чтобы не как с прошлым, конечно, уже Потому что если как с прошлым, ну, будет немножечко обидно В целом, не важно, но обидно Так, он остановился или он уезжает? Он от нас, по-моему, уезжает, если мне понять не изменяет Так Последнее положение Точнее, вот Так, один танк от нас уезжает Второй танк опять едет к нам Кстати, вот знаете, у меня почему-то какая-то проблема У меня только в этой игре залипают кнопки И я, самое печальное, не понимаю, почему у меня залипают кнопки управления Вправо, влево и прочее Это очень не круто, честно говоря То есть я, например, пытаюсь куда-то пойти И он у меня раз так бежит влево или вправо Без моего веда, может, и самое главное Так, я видел танк И он, походу, дело остановился Да, танк, походу, дело остановился Шикарно Значит, ближайшие к нему метру мы пробежим И он, падла, снова поехал Стой, падла Танк, стой О, боже Оно, конечно, возможно Только это вообще не круто Когда, знаете Ладно бы я еще понял Если бы у меня так глючила пиратка Но, блин, с лицензией Чтобы так Это совсем печально Ну вот Это меня, конечно, расстроило А так, в принципе, расстройств Особых пока по игре, кроме этого, нету Ну, с этим можно минириться, честно говоря Можно, да В целом Не так сильно проблемно Так вот Ну, по ста, кстати, танки Периодически останавливаются Я заметил Не всегда, но Ну, как минимум Они замедляются Сейчас мы поглядим Замедлится ли он В этот раз Вроде пока нет Ну, миссия у нас боевая Так что особой разницы Я пока не вижу Уничтожать танк Я не хочу Потому что С одного раза Я его не долбану И мне нужно, как минимум Долбануть его минами Давайте все-таки Один танк Понятно Обменялись мы с танком Короче Радостью В итоге осталась Теперь проблема Как бы нам его с вами Умудриться Весело разбомбить бы Уху Ну, вот так, например. Ай, не успел. Чуть-чуть. Вот чуть-чуть не успел. Чуть-чуть. Самую малость. Вот прям... Хотел его рвануть, но меня чуть-чуть в спину расстреляли. К сожалению, он у меня не хотел вставать почему-то и не побежал. А я надеюсь, сейчас меня не заставят короче, заново всю эту хренотень проходить. Нет, меня вроде бы не заставят. У меня хотя бы есть РПГ. Или стоп. Серьезно? Меня заставили заново все это проходить? Да вы... Не, вот тащить, кстати, не мог. Там он не успевал почему-то вставить. Вот ему нужно больше времени. Ну, блин, ну, серьезно. Из-за того, что убили, проходить заново ну, вообще не трудно. Вот это вот, честно, печалька. Это, знаете, вот... Нет такого микросохранения, там, ну, хотя бы, например, после уничтожения советских танков. Ну, я же их уничтожил. Чего бы не сделать такого. Но... Но нет. Но нет. Кстати, для меня было маленьким шоком, когда я все-таки увидел сейчас, что в итоге танк поехал не по нормальной траектории, а как раз решил срезать путь. Я не ожидал, например, такого повару-то событий. Ну, это когда испомнится сверху, там, и так далее. Нет. Я к чему, почему не мог? В том плане, что, ну, по времени не успел бы, по идее. А может успел, не знаю. Ну, надо попробовать. Следующие разы. Где-то, по-моему, мне надо вот так вот стрелять. Ну, как-то так, да. Минус одна техника. Отлично. Ну, теперь, собственно, все с той же стороны будут идти. Поэтому особой разницы я как таковой не вижу. Я думаю, что я запрошу поддержку в виде мин и буду остальных добивать по минами. Хотя можно. Тут у нас кто? Это советский солдат. Он ничего такого не делает. Здесь предполагаемые координаты врага. Можно даже постараться побыстрее их уничтожить. Только сныкаем нашего бота чтобы они его особо не замечали и разложим здесь минки. Я вот не знаю, по идее... Кстати, двух минок должно, по идее, хватить. Насколько мне не изменяет память. Тогда просто я уничтожу большее количество БТРов, нежели могу уничтожить. Задача вроде мне, кстати, зачислилась. Уничтожить себе... Да ладно! Мне не зачислилась уничтожить... А, и поддержки. А, я понял. Я понял шутку, Вимара. Все броневики и всю поддержку. А, окей. Окей. Ну что, будет бомболейло? Такая бомболейло. Хорошо сработало. Ой. Как оно и меня еще зацепило. Чисто в теории, кстати, уничтожать с одного попадания, по идее, можно. Насколько это точно и верно ли, сказать на 100% не смогу. По поводу оружия... Я только что просрал свои мины. Ну ладно, пойду за заложником тогда. Пойду за заложником. Так вот, что касается оружия, оно здесь разное. И патроны к каждому оружию свои. Так же, как и глушители к каждому оружию свои. Но, тем не менее, если мы находим запасы, то глушители, в принципе, подходят. Ну, по крайней мере, первый уровень глушителя точно вам спокойно выдадут. А вот глушители эдак уровня второго, я уже не уверен, что могут нормально выдать. Какие вот дела. Ну, с первым уровнем я бегаю, мне нормально. Поэтому не скажу, что это сильно проблемно. Просто он относительно быстро кончается. КП-2-3-6, я слышал какой-то шум. Что-то не так пошло. Можно, кстати, как раз оставлять, например, свою технику и таким образом привлекать внимание противника. То есть, противник замечает не нас, а нашу технику боевую. И, типа, идет разбираться. Или можно, например, взять ловушку. Ну, я, по-моему, кстати, не устанавливал ловушки. Здесь чем? Не думаю, что они заметят. Вот, видите, они остановились посмотреть, что же там не так. Вот. И здесь действует та же самая система с касками. То есть, мы можем допустим попадать в каску и мы ее сбросим, а не прострелим. Хотя она на хороших, допустим, патронах, если у нас есть такие патроны, мы ее прострелим. И это определенный плюс, потому что, допустим, если у нас есть бронебойная винтовка и она не прострелит каску, это выглядело бы как-то странно. Но, тем не менее, с обычной винтовкой не каждой мы можем с некоторой вероятностью не прострелить каску. Как по мне, это очень классно сделано. дает нам возможности некоторые. О, кстати, интересно, он на трупах остановится? Ха, лошара, он остановился на трупах. Он остановился посигналить, лол, серьезно? Будьте на чеку, я увез ваш БТР. Ну, вообще, по идее, потому что, как бы, у меня вот здесь учислиться задание уничтожить все без использования снабжения огневой поддержки. Ну, то есть, я уже и не справился в каком-то смысле. Но, зато выполнил другое задание. Поэтому проблема. А еще мы не можем утащить, например, вертолет. Поэтому, это тоже в некотором вроде проблема. Ну, такие дела. В-третьих, чтобы утаскивать, мне нужна ловушка, которую мне лень сейчас заказывать. Ну, точнее, как, мне не то, чтобы лень ее заказывать, просто мне нужно ее отдельно заказать, доставку и так далее, и она тогда мне придет. Но, это все тоже требует некоторого времени. Бум! Так, выбираешь их быстрее, чем они появляются. Ладненько, пойдем тогда разберемся вот с тем замечательным грузовиком, который я просто обожаю, в котором нам дается просто замечательнейшее оружие. Можно, кстати, оставить здесь, я думаю. А вот с танком мне было бы интересно разобраться, на самом деле. С танком мне было бы интересно разобраться. По крайней мере, хотел бы утащить бы танк, в идеале. В идеале три. но не всегда бывает гладко, поэтому думаю, что навряд ли мы успеем. Такие дела. Так, что у нас с этим оружием? Пять патронов, шесть патронов точнее получается, да? Хорошо. Шесть патронов это очень-очень хорошо. Вот почему он у меня сейчас стреляет, например. Что, простите, за фигня? Еще стрим идет на очень хорошем ресурсе. Твич. Вот его надо утащить. Его надо утащить. Давайте быстренько выкладывай, выкладывай и давай... Окей. Ну, или так. Утащил, короче. Ладненько. Давайте поедем. Заблокируем как раз путь одному из танков. мы уже не успеваем заблокировать ему путь. Нам нужно его просто уничтожить. Думаю, вот так будет отлично. пока идет замедление. Мы шмаляем второй раз и уничтожаем его. И не важно, что это был БТР, а не танк. А вот, ссылки на Twitch, собственно, тоже в описании. Я думаю, найдете. Цель стала историей. Великолепно. Хотя вот остальные, если мы кстати заблокируем их собственно грузовиком вот этим, мы можем в принципе, я думаю, даже спокойненько как-то все это дело контролить. Давайте даже соберем эти мины, они нам с большой вероятностью уже не пригодятся. Ты кто такой? Ты вообще откуда здесь, чувак? Видать, он был один из каких-то патрулей, которые решили проверить, что же здесь за хрень происходит. Такие вот дела. Нам очень прям жестко тикают, что у нас заканчивается время, типа срочно-срочно. На самом деле все это трындеж, вы же понимаете. Вы же ребята понимаете. то есть они на самом деле успеют дойти до меня. Не знаю. Или остановятся. Или будут все-таки доходить. А успеют ли они? Да, не знаю. Сложно сказать. Но я думаю, что вот эту ракету лучше оставить наверное. Приятного аппетита. Да-да-да. И привет, естественно. Так, я думаю, что 700 метров, 800 метров они преодолеют довольно быстро. В данном случае 700, потому что где-то со 100 метров я их начну наверное расстреливать. Второй скорее всего попробую все-таки минками убрать. Давайте так и сделаем. Ну вот, о чем я собственно и говорил. Поэтому не так сложно меня где-либо найти. Особенно учитывая, ссылочки есть везде в описании, ну кроме естественно твича. Вот на твича ссылочка только на канал. А так найти мне вроде не сложно. Ладненько. Три минуты, а вдруг я не успею? Блин, вроде подготовился. Первый я точно рванул. Второй что-нибудь заподозрит. Возможно я его тащу на фултоне например, а может и нет. Ну там будет видно 300 метров. Есть и 50 метров. Ну что-то как-то медленно метры сейчас пошли. Видите, потому что они проезжают через пост все-таки. Да, вот сейчас все нормально. Ну да, Good Game глючит у всех людей по-разному в зависимости от того, как далеко вы находитесь от серверов и в связи с этим у вас либо есть глюки, либо нет глюков. Такие вот дела. Ой, что-то как-то он не доехал. Что-то он как-то бомбанул. Что, дружу, ты там мины увидел, что ли? Или тебе просто в бочину с РПГ зарядили? Я думаю, что это просто шикарно. Ну срывайся ты уже. Ну ладно, давай тут взорвем тебя. А, слушайте, то есть мне дали... Отлично! Безоспользуемое срабжение. Великолепно. Мне таки дали эту фишку, я думал, что мне не дадут. Вот, и мне нужно еще уничтожить... Вот, такие в общем дела. Ну, мы, естественно, первым делом, конечно же, снимем сейчас вертолет, чтобы он нам не мешал. Так, я вот не знаю, правда, где его бы лучше снять. Думаю, что. Пока! Босс, ложись! Да не, мне ложиться не обязательно. Бум! Минус один. А теперь мне нужно как-то эвакуировать три танка, ребят. Это будет задачка, так сказать, посложнее. Кабум! Я, честно, не знаю, как мне сейчас пробовать это сделать, но ладно. А, ну, может, и по грузовику. Нет, они, кстати, могли стрелять с помином, как вариант. Вполне себе тоже, поэтому... вот как вот он поедет? Сворачивает или не сворачивает? Он сворачивает. Видите, я был прав, что он здесь по пересеченной местности решает ехать. лошара! Кабум! Улетело чудо в перьях. Теперь наша задача проста и элегантна. Нам нужно тупо добраться. тупо добраться до остальных двух танков. Причем таким образом, чтобы они нас, естественно, не заметили. Это будет сделать довольно сложно, на мой взгляд. Не обращаем внимания на всех тех, кто здесь. Потому что здесь, ребята, нам фактически ничего не сделают, то есть мы очень шустро от них уезжаем. Ну, как шустро? На самом деле это как-то медленно, как по мне. пощел ты и ты тоже. Вот. Поэтому я думаю, что у нас здесь все будет хорошо, но насколько хорошо сказать сложно. Так, здесь нам нужно определенно не ехать на мост. Вроде бы как он едет в нашу сторону. Ну, прямо насколько в нашу, я не знаю. Надо смотреть. это зонды уже несколько раз улучшены. Ну, видимо, как-то, наверное, что-то пошло так, как надо и поэтому они такие крутые. Вот. А, кстати, я не знаю, к сожалению, каким мне образом останавливается иногда мою технику. ну ладно. Он вот развернулся или он опять развернулся. То есть они встают в определенных точках. Хорошо. Вот танк встает вот здесь и танк встает где-то вот тут. Значит, вот эти два места мне нужно посещать, когда они останавливаются, потому что иначе я их не увезу. у меня к сожалению нету ловушки и нету боевой какой-то техники, которой я могу пожертвовать. Ну, не хочу я дьвокером жертвовать, уж извините. Это довольно хороший друг, так сказать. Так. А здесь не работает сохранение, друзья мои. Вот даже специально могу сказать, вот видите, здесь есть только точка сохранения, то есть я могу загрузиться, но не сохраниться. Извините за страшный звук, который издался буквально несколько минут назад. В общем, да, все нормально, все хорошо. Так, сейчас он вот там на горе встанет. Я помню это место, он в прошлый раз там вставал. Ну, встань, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Отлично он там встал, но я думаю, что он успеет уехать раньше, чем я до туда доберусь. ближе, чем 100 метров подъезжать к нему довольно опасно. Ай, ну почему фултон, ну, ну. Ха! Лошара! Хе-хе-хей! Хе-хе-хей! Вот такие вот дела. Такой, типа, отвлек танк, типа, чувак, там что-то сзади тебя происходит. Он тоже, подержи. Ладно, нашли новый способ, как можно спокойно взаимодействовать с танками. И езжаем, проезжаем, точнее, на место последней встречи с танком, я думаю. И потом я надеюсь, что я все-таки смогу нормально как-то либо выбраться, либо эвакуировать пленников. Такие вот дела. А, и, кстати, да, не забывайте, что скоро, кто пропустил предыдущие два стрима, выйдут они на канале, так что все будет хорошо. Остальные же первые три, они уже давно там, так что тоже все классно. Вот. Надо как-то сейчас покурать много езды в этом стриме в этот раз прям туда-сюда. Ну, ничего страшного. Сейчас мы глянем, где танк у нас. Так, танк у нас сейчас находится не в очень хорошем месте, он около деревни, это значит, что мне нужно подождать, пока он как-то приедет, хотя бы вот сюда. Маркер. Дуберистый маркер, е-мое. Здесь нет кнопки удаления маркера, это проблема на самом деле. Так, отлично, мы пропрыгиваем, все это объезжаем. Да-да-да, я в курсе, что ты меня заметил, мне пофиг. Я уеду отсюда намного быстрее, чем ты, у меня успеешь убить. Ой, дерево. Дерево не дало мне уехать так быстро, как я думал. Так же, как и эти большие камни. Ну, вы поняли. Я люблю камни, да. А сюда-то ты чего не смог забраться? То есть, он может иногда забираться вот на такие камни, но он не смог забраться на ту маленькую горку. Офигеть. Дроид, что с тобой не так сегодня? Так. О, танк, кстати, возвращается назад. Это значит, что я правильно понял, что мне нужно просто его подождать. На всякий случай, я в самый наглый момент оставлю даже вот здесь свой дроид, чтобы он смог его заметить. там что-то есть! Такие вот дела. Ладненько, к нам приближается в общем танк. Он буквально уже скоро будет здесь. Надо убрать маркер. отлично, чтобы он мне не мешал на карте лишний раз. Танк в 200 метрах от нас. Мы немножечко заныкаемся и подойдем вот с этой стороны. Вот здесь его расстреляем, если он, конечно, не захочет расстрелять наш ай-дроид. И что ты, друг мой, встал здесь? Лошара! Все, улетай! Улетай в небеса! 11 танков вывукурены. Я лучший, прям вообще, да. Ивакуированы три танка, отлично, супер. Точнее, танка, да, три всего. Ну что же, теперь главная задача, самая веселая, самая сложная, самая извращенная, наверное. Понимаете ли, проблема в чем? Проблема в чем? Эвакуированы четыре солдата, искавших бедного пленника, и также эвакуированы шесть пленников. Мне их нужно где-то найти. Ну да, кстати, есть такое, да, заметил. А еще дроид разговаривает иногда как ай-дроид. Точнее, как этот, ви-дроид. Ай-дроид, окей. Так, давайте глянем, ты у нас человек, хреновый человек, ты у нас кукла, естественно, да. Так, ребята, готовы к тому, чтобы меня, видать, захватить, но мне нужно хотя бы кого-нибудь из них просто взять, чтобы узнать, где находятся пленники. А это значит, что мне нужно как-то пройти через вот эту сторону, наверное. Хорош глядеть в мою сторону, дружи. Хорош. Хорош. В идеале здесь бы не подешало выбросить гранатомет к хренам, он прям, ну не знаю, добавляет мне еще кучу паливности. Давайте мы сделаем самое простое, это возьмем и просто сделаем вот так. Абум! Через какое-то время он просто заснет, и это даст нам замечательные возможности его допросить, не знаю, сделать с ним все, что угодно. Ну вот, просто все, что угодно. Ждем. К сожалению, шнотворное действует в развитии, в зависимости от того, какую часть тела ты попал в ту, она и действует либо дольше, либо быстрее. Но, насколько я знаю, если ты попал в руку или в ногу, она прям совсем долго действует. Если попал в голову, то максимально быстро, если в тело, ну, как-то по-разному. По ощущению, что у него вообще сопротивление к этим, к этим снотворным. По-моему, он вообще забил на снотворное, вообще, что оно есть. Что это? Что это? Ничего такого. Там все гаражу. Вот так вот мы его схватим, короче, потому что я устану ждать серьезный, пока он там раздуплится снотворным. Так, выкладывай. Так, пленных, а, отлично, нам показали, где пленные. Так, где остальные? Ничего не говорили. Ну, тогда помирай, чувак. Так, следующий наш дружин находится вот на вот этой пасту. Я как-то промахнулся, видать. Выстрелы в голову. Ой, это был этот, что ли? Нет, стоп, это вроде человек был. Просто я его усыпил. Ну да. Ну да. Его, кстати, можно забрать на фултоне, он довольно полезен. Так же, кстати, как и, по-моему, предыдущий. Вот этих двух чуваков мы заберем, а не оранга. Оранг, это прям хорошо. Ну, не то, что прям дико хорошо, но нормально. Вот, видите, они... Блин, почему-то он сейчас не наводится. Ну ладно. Так, положим тебя, забираем. И давай еще раз тебя... А, мы его убили. Ой. Ой. Ну ладно, такое тоже иногда бывает. Так, где у нас пленные. Ага, вон, пленные один. Хорошо. Так, для этой миссии мне нужно забросить определенный набор в дальнейшем, потому что нам больше танки уничтожать не надо. Мне нужна поддержка. Поддержки нет. А вот сброс припасов, оружие, предметы. Ага, сики. Так, ну здесь все нормально. Так, у меня вот опять что-то заключило немножко управления. Вот, мне нужна вот эта замечательная винтовка. Всякий случай, сбросим его туда. Не забываем, ребят, что время в игре идет прям-таки очень хорошо, поэтому поиздеваемся над манекеном. Вот такую же ловушку я могу устанавливать, собственно. Все вот эти вещи я могу эвакуировать, но все это стоит довольно больших денег. Поэтому как-то посмотрите аккуратнее, если вы будете, например, этим заниматься. А еще нас может убить коробкой, собственно, как всегда. А вот. Нет, они сначала садятся в тюрьму, а потом мы их как бы в свою команду привлекаем. То есть, ну, они отсиживают в карцере энное время, и после карцера они уже как-то более добрых нам такие. Типу, я готов служить вам, босс, и все такое. Ну вот. На самом деле, просто организация босса, она довольно жесткая в этом плане. Я не удивлен, например, что после карцера люди начинают служить. Это вполне себе нормально. Единственный минус, то, что в будущем как бы миссии немножечко повторяются. Ну, то есть, мы можем, допустим, два или три раза побывать на одной и той же базе. Это не очень хорошо, честно. Ну, то есть, по разным целям вроде бы, а побывать разное время в разных обстоятельствах и так далее. В шоке. Отлично. Ребятки пойдут его сейчас проверять, а мы тем временем как-то будем в порядке. В порядке. В порядке. Ребятки можно вырубить, естественно. Здравствуй, дружи. Ага. Бум. Все-таки слишком у снайперки прицел близкий. Можно, конечно, его так вырубать. Так, ну, что я хочу конкретно здесь сделать, это просто утащить вот эту вот замечательную штученцию и спрятаться от бегущего на нас солдата. Босс ударил. Спасибо, босс. Да, вообще, шикарнейшим просто образом это показывается. Нерения, а ну-ка, не звони, не докладывай о том, что у тебя здесь все плохо, а ты не беги на меня, сам виноват. Так, там вижу еще снайпера. Бум, нету снайпера. Так, немножечко, потихонечку начинаю все-таки к этому нормально привыкать. Ладненько. Надо мне сбросить новые боеприпасы для нового моего оружия. Так, запрос на доставочку. На просто на доставочку. Давайте прямо-таки чуть-чуть подальше забросим. Я думаю, где-нибудь там я их соберу. Так, куда я их запросил? Куда я запросил доставку? А, ну, чуть впереди себя. Окей. Шуплайки сброшены, короче. Все хорошо. У нас суплайки сброшены, все хорошо. Куда сброшены, фиг поймешь. А, вот. Оу. Оу. Все так плохо, да? Вот, ну, как вы видите, я был на этой базе, я уже уничтожил здесь их средства связи, они никак не могут связаться со своими же. Ну, в этом плане все замечательно. Ну, здесь еще есть мини-радары, которые они могут таки использовать, и вот это уже не очень хорошо. Кстати, видите, у меня сейчас он опять вправо начал бегать, это не круто. Замечательно, я наконец-то подобрал глушитель для моей винтовки и могу спокойно уже идти на дело, потому что можно и так. Ну, по крайней мере, лучше прицелиться заранее, дабы не лохануться, в принципе. Ну, типа вот этого. Кстати, он как-то иногда странно работает, почему-то, видимо, у них есть. Ну, там не то, чтобы кража и прочего подобного, там скорее, знаете, мне написали, что у меня вычли деньги за ее доставку. Это как бы имеется в виду вот это. Так, мне нужно все-таки другое оружие, у меня закончились патроны, опять-таки. Точнее, не патроны, закончился глушитель, что было. Ну, это как бы денежная валюта данная, которая есть в игре. поясню так же, почему у нас, например, сейчас вот этот чувак не слышал, потому что в некоторых моментах, если они в масках или в чем-то, то они не всегда слышатся. так, потихонечку наступает утро, нам сообщили, где еще один, где еще один человек, видимо. Это что? Это у нас грузовик. Нам сообщили, что солнце уже вот-вот встанет, так что все просто спрыгиваем вниз и вот здесь у нас заложник. Замечательно. Замечательно. На этой базе все просто замечательно. Ладненько. Ты кто такая? Скажи мне, пожалуйста, на милость. Так, С, 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 Д, ну, в общем, ладно, сойдешь, там у тебя есть пару Б, поэтому, окей, мы тебя спасем, ты нам полезна. Хотя я, конечно, стараюсь спасать вообще всех, но тут уж как получается. Так, вроде можно ее вот здесь вот положить и нафутание, собственно, отсюда через вот это же отверстие как бы-то и забрать. Хотя, по идее, она бы об арматуру хренакнулась, но этого не произошло. Крыска! Люблю крысок. Они какие приятные. Крыски хорошие животные. Ну, точнее, грызуны. Ниже у нас, типа, как бы не животные. Хотя, все относительно. Ладно, немножко пошумели, можно с этой базы выходить. Насколько я понял, здесь больше никого нету. Здесь нам сообщили, что все как бы чисто, все как бы хорошо, поэтому мы оттуда сваливаем. Все это делалось ради одного заложника, естественно говоря. Собрали еще парочку биоматериалов. Вот такие материалы, которые мы собираем, маленькие, не требуют какой-либо платы за эвакуацию, насколько я помню. Требует только какая-то техника, типа вот этой. Мы эвакуируем, бамс, и оно списывается. Такие вот дела. Аккуратненько падаем. Нам нужно вспомнить, а где у меня, собственно, мой ведроид? А, он вон там. Давайте застрелим еще, получим 5 героизма. Бугагашечки. Застрелил, пугало, получил героизм. Так. Бежим до нашего ведроида. И нам нужно, кстати, знаете, сейчас вот как раз вот в ту тюрьму, так, 4 солдата, нам сказали, что где-то украли, точнее, не украли, а где-то сбежал у них пленный. Но вот где, непонятно. Советский солдат. Возможно, кстати, вот на вот этом месте как раз-таки последнее положение. Вот здесь меня засекли. Хорошо. Давайте, давайте я просто проверю. Мне, мне просто интересно. Почему у меня туда маркер не поставился? А, нет, потому что залагала буковка Q. Зачемись. Вот, в общем, давайте я попробую сейчас туда приехать. Мне просто интересно, не там ли, собственно, сбежавший наш друг, который может оказаться еще одним пленником. но это не совсем снайперская винтовка. И, кстати, есть такие отчасти глушители, которые глушат именно не только звуковую, но и прочие волны. Поэтому, на снайперке их тоже можно ставить. Насколько мне не изменяет память, я могу ошибаться, но, тем не менее. По поводу глушителей в плане не портятся, но здесь это сделано скорее для того, чтобы, ну, чтобы нельзя было всю игру пройти просто так, знаете, с одним глушителем, да, и, типа, просто и легко. Нет, ну, все-таки она более хардкорно в этом плане сделана, то есть вы не можете все время пользоваться глушителем, а если хотите это делать, то вы должны обязательно его заказывают, что стоит все-таки недешево, и либо находить благодаря одной из наших служб поддержки, точнее, друзей, есть здесь такая молчунья, которая нам иногда находит полезные плюшки. Вот такие вот дела. Бум. Ну, почему ты у меня опять криво работаешь, дружи, почему ты опять лагал? Окей. Вот. Все-таки меня очень беспокоит вот этот момент пролагивания, когда он у меня бежит в какую-нибудь сторону, куда я вроде как и не бегу. Мне очень это не нравится. Отстаньте от меня, вы мне неинтересны. Ну, мы едем дальше. Агайсики, смотрите, реально, походу. Походу, реально там есть кто-то. Да, ё-моё, серьезно? Управленик мертв? Да, ё-моё, РСП. Ну, хотя бы его команду эвакуировать. Хотя, знаете, я им, например, отомщу за то, что они сделали с Васей. мне так нравится, главное, как они пугаются. Серьезно. Ой, так, выкладывай. Придушим, чувачка. Заодно посмотрим, кто он у нас. СЦЦ. Нет, ты, чувак, нам определенно не нужен. Еще заключенные сбежали. Все, что настолько у них плохо. Что-то у них прям заключенные совсем сбегают. Ладно. Знаете, я, наверное, просто сейчас забью все-таки на заключенных. Я спас некоторое количество. И чтобы не затягивать миссию, чтобы дать вам все-таки интересный контент, я, наверное, продолжу уже как-то с чем-нибудь другим. Потому что следующая миссия, она у нас чуть поинтереснее. Там нет боевой техники, которую нам надо было поуничтожать. Там нет никаких таких жестких рамок. И там все чуть-чуть поближе, по-моему, находится. просто замечательно. Ладненько. Наш ведроид. Кабум! Причем заметил нас всего один из троих. Остальные нас просто как-то не заметили. Ну, такие вот дела. Такие вот дела. Два пленных, четыре солдата, точем, пять солдатов, внедорожник, бронетранспорт, три танка, зенитные два орудия, лекарственных растений, штук 20. С-ранг, окейшки. Ну, тоже неплохо, тоже неплохо. 61% стрельбы. В итоге что-то как-то... А, нет, смотрите, 160, 167. Неплохо. В итоге баланс нам пополнился на 152 тысяч. Класс. Класс, класс. Мне нравится. Мне нравится героизм у нас прям там охоте отбавляй, плюс 16 штук, по-моему, прибавили. Если я правильно успел заметить, конечно. Ну, если неправильно, то что же сделаешь? Ну, либо 1600, либо 16 тысяч. Вот, часть эмблемы передний танк получена. Элитный солдат какой-то у нас добавился. Видим, еще один, да. Отлично. Еще один даже. А плюс ранг. Классно. И 8 эш солдат А ранга. Это прям замечательно. И 10 даже солдат А ранга. 7 солдат Б ранга, 10 солдат нет. 1 Д ранга. Надо потом, кстати, поувольнять ненужных мне солдат, которые очень много мешаются на базе. Так. Что мне, что мне нужно? А мне нужно что? Мне нужно запросить вертолет. Рандеву. 8 тысяч у меня за это снимут. Но, я думаю, что будет все нормально. Где лекарственные растения? Непонятно. Ладненько, давайте заберем козочек. Что, козочки? Козочки такие, козочки. Шокированная козочка. Не шокированная козочка. Козочка, шокируйся. Еще одна шокированная козочка. Не, ну а чем еще заниматься, пока ты ждешь вертолет? Ну серьезно, ребята. Вы сами чем вот бы занимались? Я вот занимаюсь эвакуированием козочек. В общем, это не козочки. Барашек. Барашек. Знаете, меня как-то коробит этот пиквот, ну ладно. Вообще, русские переводы это такое специфическое чудо, которое не каждому дано понять. Ну да ладно. Улетаем еще на вертолетике. Что меня здесь опять же тоже печалит, это момент, когда нам не дают выбрать. Ну то есть, мы должны обязаны какое-то время просто ждать, пока вертолет либо полетит, либо нет. То есть, если мы не хотим, чтобы он сразу улетел, мы выбираем какой-то путь. Могли бы выбрать такой же, например, чтобы просто улететь, как вариант. Тоже было бы неплохо, но дело такое. Ладно. Ладно. Итак, север Кабула, все дела. Естественно, я с них сыр получаю, это же козочки. Кто же с них мясо-то получает? Это неправильно. Точнее, какие козочки-то? Бараны были. Все-таки. Стоп, какие? Какой сыр с баранов? О чем вы? Вы о чем? Какой сыр с баранов? Так, один Е ранга, 3D ранга, надо их уволить. Мне не нужны такие плохие работники. Так, внешнее задание. Давайте посмотрим, что там во внешних заданиях. Есть вот такое задание, мы его спокойно выполним, получим 120 тысяч. и вот здесь есть задание сеттера Е ранга. Здесь мы тоже спокойно его выполним. Просто, знаете, я боюсь отправлять своих ребят на вот это задание, они там могут потерять довольно много... в общем, да. там 15% по-моему, потеря. Такие дела. Но я не хочу немножко терять свой персонал. Что у нас касается разработчики, давайте проверим, посмотрим, возможно, нам дали какие-нибудь интересные плюшечки, которые мы можем использовать. Надеюсь, по крайней мере, что что-то такое нам дали, но в идеале я надеюсь на какие-то внутренние плюшки. Например, вот здесь вот нам дали советский реактивный ГРТМ. Это один из самых дешевых. Ну, понятно. Улучшенного уровня. Многофункциональная пусковая остановка. Тоже неплохо. Так, дали ли нам какое-то улучшение нас? Да, активный сонар. Вот прям так. Оглушающий процесс мне не нужен, а вот сонар. Дальность действия датчиков. Вот отличная штука, 18 минут разработки. фантомная сигара. Че там длительность эффекта на сему боезапаса. Ну, не так часто я ее использую. Ладненько. Че по вертолету? Пожалуйста, специфай проект. Вот я и говорю, сыр с баранов, какой, какой, вы о чем? Какой сыр с баранов, ребята? Вы, вы, вы что? А вот, вертолет у нас, короче, обустроился новыми фишками. Впоследствии можно будет поставить на нем броню, еще какие-нибудь хорошие вещи. И, наконец-то, нам дали вот эту штуку, что мы ее можем изучать. Но проблема в том, что нам нужен 48 уровень для того, чтобы изучить это. Ну, то есть, вы понимаете, насколько это не скоро будет и стоит это аж 580 тысяч. А сейчас я не добываю, к сожалению, такие огромные деньги. Я думаю, что, в общем, это жестко. Это жестко. Не так много заданий, на которых можно заработать сразу там 1300-200. Так, смотрим список заданий. Естественно, у меня есть два новых задания, которых я еще сам не проходил, но я вам продолжаю показывать те задания, которые я прям-таки сделал. Вот, теперь смотрите, помощь и отход у нас 32 500, то есть, да, он уже скоро не будет немножечко окупаться, поэтому такое специфическое. Но я завершил на ранг S уже довольно, кстати, много заданий. мне это прям нравится. То есть, видимо, я все-таки стал играть чуть-чуть лучше. Итак, что у нас здесь есть? Дорога в ад. Помогите завербовать доктора Эмериха, участвующего в разработке секретного советского оружия. Итак, поехали. выбор выбор оборудования. Ну, здесь мы возьмем стандартное оборудование из тех, что у меня есть. Плюс, плюс протез, оглушающий протез. нам, честно говоря, он не особо нужен, если честно, но в принципе. А, хотя тут разницы нет, да? Давайте бионическую руку, потому что мы толторы тысячи теряем только на самом протезе. Оружие поддержки. Что у нас здесь есть? Коробочки различные, антитрясучки. Там, в принципе, нам это тоже особо не нужно. Можно проходить и без этого. Это реально будет ад. Ну, нет там, нет, там весело, да. То, что там весело, это определенно. А вот, насколько это ад, ну, я бы не сказал. Я бы не сказал, что там прям так жестко. Я от него оторвался очень быстро, ну, просто очень быстро. Ну, что, мы можем ей разработать, например, вот такой костюм. Я его, кстати, не видел. Ой, как это страшно выглядит-то, ё-моё. А еще есть такой же, но золотой. Еще есть, кстати, кровавый. Вот, это у нас молчунья такая замечательный снайпер, который нам прям-таки помогает во всем и всем. А, кстати, что, собственно, улучшает? Или они ничего не улучшают? Они ничего не улучшают, просто стоят дополнительные деньги, я понял. Порочная бабочка у нее будет использоваться, довольно классная штука с глушителем, собственно, замечательное оружие. Вот, есть варианты без глушителя, есть с глушителем, но, естественно, проще использовать его все-таки. Ой, ладно. Такие вот дела. А, транспорт. Ну, транспорт мы, в принципе, можем выбрать, как бы, даже танк. И вообще, тогда не мучиться. У нас пять танков. Один, кстати, вот такой вот самоходная машина ракетная. Такие дела. Вот. Можем следить с ней. Ну, все-таки удалось меня одну, видите, захватить. И сколько-то там один БТР, 8, аж целых 8 грузовиков, еще два таких, пять обычных машин. В общем, мы можем спокойно пойти на чем угодно. Ой, жесть. Ладно, выберем костюм маскировочный. Вариант головы, кстати, почему-то мне пока еще не дали. Мне вот это, честно говоря, прямо печалит. Ну, не знаю, было бы прикольно, конечно, увидеть снэка в чем-нибудь более интересном. Ну, наверное, это не имеет особого значения. Ладно, 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 начинаем миссию, чтобы не терять времени. Чтобы не терять времени, надо начинать миссию быстрее. Но, к сожалению, как бы вы же сами понимаете, что в данной игре, если я не буду отправлять кого-нибудь куда-нибудь, то, собственно, все будет печально. У нас прямо вот с этой части, прямо вот отсюда, с Эмрика, ну, там несложно, на самом деле, пробраться на вот эту базу, просто далеко. Вот мы видим солдат. Ты без проблем, как бы? Просто минуту. Это не то, что мы согласились. У меня изменения уже были финализированы. Это не операционное. Продолжение не следует. Пилотирование и контроль не достигло в уровне использования. Кто сказал ничего о а.И. Это ошибка Колдман. 10 лет назад. Какой это, мы должны модифировать контроль для подключения пилота. Я поделаю твою высоту. Но мы нужны больше времени чтобы закончить. Каталайзе трансмиссионы, спиды контракт. Правильно. Планируешь оставить нас, доктор? Что? Мы собираем твои ноги! Так что ты просто убил меня? Сахалантропис сейчас я! Сахалантропис сейчас! Слушайте. Я может проживаться в тюрьме, но я не принадлежу от твоих стандартов. Трэйдер! Я надеюсь, твои друзья дают тебе то, что придет. Поехали! Салавантин! Да, сэр. Презвозь Эмарик в обморочке и вернусь к обморочке. Мы поднимаем его. Все units, разбившись к обморочке. Мы тут, все, все, все. для вас. Ну что ж. Metal Gear и в деле. И это печально. Сколько крови они нам попортили в прошлых частях этой замечательной игры. В этой собственно они будут нас продолжать радовать. Поэтому эпизод 12. Дорога в ад. Субтитры делал DimaTorzok Эмрик. Система, которая исчезла в эту каву. И человек, который был с ним. Эмрик должен знать что-то, о чем происходит. Он был транспортен в бейс-кэмп. Так вот, шутка юмора здесь в том, что нам нужно все-таки обследовать это место. И на самом деле очень даже хорошо, если мы его хорошо обследуем. Специалист находится здесь, где остальные. В общем-то неважно. Вырубаем еще и вот этого парня. Ой, немножко не туда выстрелили, простите. Кто придумал таких роботов? Хидео Кодзима как бы их придумывал. Это просто замечательный человек, на мой взгляд. Ладненько. В общем, вот здесь вот находятся документы, которые далеко почему-то не все находят. Ну, наверное, потому что всем лень сюда ходить и все хотели бы пройти дальше. Ну, видимо. Как-то так. Ладно. Неважно, не будем об этом. Просто я ленивый засранец, который всегда обследует все и вся в большинстве своем случаев. Если мне, конечно, не нужно стримить. Вставай! Так, ладно, не буду стрелять. Выкладывай. Где твои руки? Мапа уже обследована. Ну, ладно. Поверю тебе на слово. К сожалению, ты не выживешь, чувак. Эвакуировать я тебя тоже отсюда не буду. Хотя, ладно, он все-таки русский. Зачем, как говорится, заставлять его мучиться? Ну, на самом деле, представим, что, допустим, мы воюем не с русскими, а с американцами. Вот такой поворот. Вот, да. И это будет войска, короче, НАСА. Все. И тогда нам станет намного проще и веселее воевать. На самом деле, шутка юмора в том, что мне нужно... А, вот, захвачены чертежи с центральной базы. Захвачен вертикальный плакат с фотомоделью. И с центральной базы эвакуировано 3-го гира, короче. Вот, а еще я могу попробовать, конечно же, уничтожить этот замечательный вертолет. Наверное, это будет совсем уж нагло. Ну вот, повторюсь, на самом деле, как вы видите, здесь не так уж и сложно куда-либо пробираться. И основная сложность заключается в том, чтобы просто не попасться никому. По сути-то, не более. У нас замечательный вертолет там. К которому мы можем не попасться. Кстати, из-за вертолета нас не слышит никто здесь. И это тоже плюс. Среди находится здесь. Все такое. Мы его придушаем, забираем. Мы боимся с японцами. Не, вот против японцев, кстати, я ничего такого против не имею. А вот, как всегда, против американцев обязательно. Дела у меня отлично, спасибо, что поинтересовался. Такие дела, такие дела. Кстати, не знаю, может у меня получится угнать у них вертолет? А вдруг? Я не пробовал кататься на вертолете. Интересно, здесь вообще можно кататься на них? Я покатался. Но думаю, что скорее всего нет. Пока. Ой. Промазал, серьезно? Ну ладно. Походу, я спугнул вертолетик. Ага, проблема. Проблема. Такая печаль, беда, обида. Я спугнул вертолетик. Брат, не понял, как спугнул, и кто нас таки заметил. Ну, видимо, там был еще один чувак. Такие вот дела. А вот наше замечательное молчуня. Которое может с нами даже пообщаться. При желании. А можно, например, взять и приказать ей убить его. Так вот это красиво выглядит. Ну что ж, вертолет у нас полетел дальше. Не попался он, бедняга, молчуня. Ну, я думаю, что она его убьет, хоть и через каску. Я не дам ему позвонить. Своему, так сказать, непосредственному начальству. Да, я в курсе. Мне еще нравится, как он справляется со всеми своими ранами. Серьезно. Снейк просто божественен в плане исправления различных переломов и прочего подобного. А от вертолета все же как-то надо бы избавиться. Я думаю, что мы этим займемся. Но чуть-чуть попозже. Пока что мы прилежем вот здесь. И прикажем нашей дорогой молчуне выдвигаться на вот эту замечательную базу. Шпионаж. Пошло-поехало. Ну, в этот раз стрим получается поприятнее. По крайней мере, я хотя бы знаю, что я делаю, зачем я это делаю, и почему, и в общем, что у меня происходит. Поэтому все шикарно. Но единственный минус, нам придется очень далеко бежать. Полтары тысячи километров. Прямо тысячи, да, что-то я загнул. Метров. Эта гигантная оружие, которая исчезла в ковре, я слышал, что это был главный секрет Кремлин. Но я думаю, что доктор работал на это. И человек с крючком для лица. Это было в моем голове, когда ты встречал крючком во время миссии Хонеби. Это действительно он. Ну вот, почему-то, кстати, не получилось убить их ваншотом. Ну, видимо, у нас недостаточно мощная винтовка для этого. Ну, почему бы не поубивать лишних ребят? И это всегда пожалуйста. Кстати, обрадую, наверное, тех, кто печалится за судьбу военных русской армии. Ну, с СССР, точнее, армии СССР. Простите, конечно же. Так вот, скоро мы закончим дела в Афганистане и переместимся куда более интересные места. Такие вот дела. Поэтому скоро с русскими мы воевать перестанем. Ну, в принципе, должен был быть даблкил. Но почему-то, к сожалению, винтовка не пробила. Видать, не такая все-таки она у нас мощная. Вот, у нас остался километр до нужной нам зоны. Прошло сохранение. Знаете, этих я, наверное, просто обойду. Мне уже элементарно. Просто лень убивать новых и новых людей. И новых, и новых. И я хочу просто пробраться уже на базу, откуда я должен стырить кучу всего. Мне нужны чертежи. Три его гира. И... И... И что-то еще. И что-то... А, плакат, точно. Плакат, да. Закребусь я искать, честно говоря, все это дело. Печально, как только я разработал ловушки, противниками тоже стал пользоваться. Такое ощущение, как будто у нас одни склады, знаете, одни заводы. Все одно. Мы одинаково пользуемся всем. Что ж, одинаково скатываемся. С той гадости. Я помню, кстати, что вы там вот... Да, вот там вот, короче, целая команда стоит по отлову меня. И надо как-то ее либо вырубить, либо оставить. Ну, сейчас посмотрим. Кстати, говорим. А что у нас за ребятам? Вот этот для разведки неплох. Этот не очень. Ой, что-то я уперся. Простите, в стену. О! Шикарен, чувак. Я тебя беру и тебя беру. А тебя я могу уничтожить. Такие вот дела. Ну, давайте этим займемся. Нам нужно вытащить двое человека. Ну, как минимум одного, который под B меткой. Потому что вот он прям... Прям хорош. Окей. Ой, это такое. Твитный огонь! Вот этого главное под B меткой вытащить. Ой. Вот, все. Он в шоке. Он... Звезда, веселая, все дела. И, в общем, все круто. Ты прибыл к точке дездачики. Вот. А тебя можно вполне себе истребить. Вот. Такие вот дела. Что-то как-то я очень тупо спалился, если честно, на них. Ну, ладно. Но главное, что мы этих ребят эвакуировали. Остальное это уже не так важно. Так, конечно, я хочу его эвакуировать. Естественно. Иначе зачем мне просить эвакуацию, дружи? Что-то ты как-то странно себя ведешь. Походу, у нас, кстати, спалилось молчание. Кстати, как-то странно, что она спалилась, честно говоря. Так, дроппоинт. Ну, давайте выберем его вот здесь. Выберем его вот здесь и будем уже спокойно от этого двигаться. Потому что мне нужна... Для моей винтовки глушитель нужен, а не нужна. Как она вообще мудрилась там с полицией, не понимаю. Кстати, давайте глянем, вдруг он хорош. А он хорош, кстати говоря. Ну, по крайней мере, у него два А ранга. Это, в любом случае, лучше, чем... Чем не два А ранга. Или чем Б-ранг. Есть вероятность, что лучше попробовать его... Как-то забрать с собой. Забираем полыньку. Хотя можно его, в принципе, и не трогать. А можно и трогать. Как бы по желанию. Я как-то не понимаю. Очень странно все это работает. Ну ладно, мы хотя бы его отвлекли. Там где-то вертолет. Поэтому мы радостно можем подняться наверх. Вот он в шоке вырубился. Собираем его. Скидываемся вместе с ним. И он почему-то... Почему-то он все-таки умер. Хотя до этого, кстати, при таких же скидываниях они не умирали. Ну, видимо, это зависело от того, если я кидал его на спину или он упал сам. Ну ладно. Бывают и такие обломы. Так, нас здесь ищут. Поэтому сюда идет то ли патруль, то ли едет машина. Надо отойти срочно вот в эту сторону. Потому что я и не хочу попадаться лишний раз. Нет, это идет просто какой-то левый чувак. Который очень... Далеко не крутой. Но при этом мы можем его... Могли бы его снять. Но окей. Почему-то я целюсь вроде правильно, а попадаю все равно в каску. Вот такие вот неприятности. Что у нас по вертолету? Можем ли мы как-то снять какой-то гребаный вертолет, который нам прям вообще не в кайф здесь, чтобы был? Так, в общем, вот гир им. И нам нужно, чтобы как-то их... Как-то их вырубить, наверное. Ой. Откуда это нас палят, кстати? Тут оттуда. А, вот там чувак нас палит. Я понял. Вон он бежит. Я вижу его башку. Ну, ты сам нарвался, чувачел. Я как бы тебя не хотел убирать. Так же, как, собственно, и тебя. Ну, ребята, вы сами лезете туда, куда вас не просите. Так, молчу, не к сожалению, нам обнаруживают далеко не всех. Где-то еще... Где-то здесь я видел кого-то. А, видать тебя. Хорошо, надо подумать, как два Велкер Гира эвакуировать. Отсюда они нас навряд ли заметят. Свет им сегодня отключать не придется. Ну, что ж. Будем пробовать. Обойдем их аккуратненько. Пролезем. Пешочком пройдемся назад. Пешочком пройдемся назад. Ну, и вас тоже хрен с ним, чтобы вас не запалили. Не, зачем мне пилоты нужны? А вот всю ту технику, которая там находится, я бы позабирал. Но проблема в том, что забрать ее, к сожалению, у меня не получается. Ну, еще бы я полетал бы, например, на вот этом веселом вертолетике. Но, проблемка. К сожалению. Наш Solid Snake не умеет пилотировать. Пилотировать. Ладненько. Глянем, кто у нас вот здесь за снайпер. Ну, так себе. А ты у нас как? Интересный? Нет, не очень. А вон еще один Вук Гир. Так, понятно. Ты не живое. Ты неинтересная. Вертолет крутит, кружит над нами. Это мне не очень нравится. Ну, ладно. Пока он там кружит, я думаю, что я могу сейчас аккуратненько убить вот этого чувака. Давай, ну заметь меня, ну заметь. Ну, ладно. И эвакуировать данный груз. Так, надо как-то Вук Гир. Вокинг Гир. Как-то вот так, например. Вырубить. Да, конечно. Ага. Выигрывает тот снайпер, который нацеливается первым. Ну, что-то как-то, кстати, непонятно. Вертолет вообще не обнаруживает никакого присутствия... Чего-либо. Как-то так. Вот, одна из целей заданий выполнена. Так, плакат с фотомоделью и захвачены чертежи с центральной базой. Чертежи и плакат это, наверное, будет чуть сложнее сделать, чем я думаю. Но, в принципе, не так уж и сложно. В принципе, не так уж и сложно. Что ж, у нас есть еще один хороший друг. Вот здесь вот. Естественно, убираем. Еще один хороший друг вот там, которого мы тоже снимаем. О, пчаная буря. Придется подождать с эвакуацией груза, но зато мы можем спокойнейшим образом, например, убить вот тебя. Отлично. Видимо, они засекли трупа. Так. Серьезно? Серьезно, а как вы услышали стрельбу, ребят? Мне просто интересно. Стреляя в пузо, попал в голову. Ну, это нормально, это нормально. Мне так нравится. Мне это нравится. Так, здесь буря не так сильно заметна. Ищем плакат. Гребаный плакат может находиться где угодно. Замечательный парень. Просто пробежал меня даже никак не задумался о том, что может... А, вот, с фотомоделью. Вот, нашел, пожалуйста. Вот, фотомодель, пожалуйста. А, есть, нашел. Ха-ха-ха. Осталось теперь чертежи. Так, где у нас могут находиться чертежи? Ну, понятно, что у нас... По разведданным нам вот сюда. Боеприпасы для вспомогательного оружия. О, спасибо тебе, молчу. Я прям обожаю тебя. Она мне нашла, короче, глушитель и прочие боеприпасы для оружия. Замечательная поддержка просто от молчуни, честное слово. И я прям обожаю ее за это. КП-9, поиски закончены. Противник не обнаружен. Прием. Это КП, понял. Оставайтесь на чеху. Конец связи. Ну, ладненько. Мои поиски... Ну, в смысле, поиски меня закончены. Я могу спокойно радоваться жизни и не париться. Такие вот дела. Так, где бы у нас лежали чертежи, интересно говоря? Давайте кого-нибудь допросим. Я думаю, что какой-нибудь левый человек 100% знает, где лежат чертежи. Не, ну... Мне так кажется, по крайней мере. Ну, так вроде как... Что я могу сказать? Ну, нам сказали, это задание, это... Они вот здесь. О, все, с первого же раза, отлично. Где остальные? Давай, нечего сказать. Ну, хорошо, полежи так-то, отдохни. А мы решим, брать тебя с собой или нет. У меня стоит трет. Да, почему бы его не взять? Он довольно неплохой чувак. Так вот, это как бы задание от руководства нашего непосредственного, скажем так. Поэтому, да. Почему бы я действительно... Не взять чертежи, глушитель, там все такое. Так, понятно. Нет, где мне взять чертежи? Орудийная позиция. Хорошо. Нет, мне нужны чертежи. Сука. Иногда реакция русских человек такой... Что-нибудь у нас вот здесь вот лежит. Ну, кроме припасов, вроде ничего. Чертеж! Такие. Тянь, тянь, тянь. Случайно нашел чертеж. А, отлично. Да-да-да, что-то в этом духе. Просто руководству скучно. Хотя, на самом деле, высшим руководством мы являемся как бы мы. Но происходит примерно то же самое, как и в игре Замечательнейший Оверлорд. То есть, когда мы вроде как голова и все такое. Но, знаете, проблема в том, что управляет нами какой-то непонятный, маленький и сморщенный гоблин. Такие дела. Ну, прихвостить точнее. Вот такие вот. Пироги. Здесь примерно, видимо, та же ситуация. Молчунь, вот ты стрельнула зря. Какая неожиданность, что у вас противник на базе. И найти урожителя. То есть, знаете, у них там лежит куча трупов. Но при этом они реагируют только на кражу ресурсов. Это как-то печально. С одной стороны. Вот, а еще, как я сказал уже, к сожалению, нельзя залезть ни в один из этих вертолетчиков. Это прям проблема. Честно, обидно было. Серьезно. Я, конечно, не представляю, как в металл кире летать, но окей. Окей. Все равно обидно. Не, ну там есть буквально, ну, человек 20 девушек от силы, которых и то я эвакуировал. Но в основном, да, одни суровые мужики. Такие дела. Ну, в общем, мы занимаемся стандартным эвакуированием замечательного груза, который нам прям нужен. Ну, мы вспомним для начала, что все-таки Metal Gear это такая довольно веселая игра. Ой, как-то я лоханулся малость. Нет, ты не позвонишь своим. Да, ну, было бы проблема, колдун, что это был бы хлеб и алкоголь. Но проблема здесь заключается в том, что это металлы и ресурсы. То есть это не алкоголь. Несмотря на то, что это русские солдаты, они беспокоятся, да, все-таки за него, наверное, больше, чем за что-либо другое. Да, ладненько. Мы, собственно, добрались до нашего задания. Кто ты? Снег? Это не ты, да? Эй! Это просто машина. Ты... Доктор Эмрик. Снэйк? Эй! Что ты делаешь? Ах! Дай мне идти! Нет! Дай мне опять ноги! Продолжение следует. Теперь обратите его к Матери Бэйсу. Экстракция появилась на базе. Отнимают ноги. Продолжение следует. Прям печаль беда. Миссия, давайте используем его упражнение. Мапы уходили. Есть специальная в лабе. Только я могу активировать его. И я расскажу вам, как оперировать его. Извините Эмрик. Мы не нужны его вставки. Он очень долго туда. Почему не используй его упражнение? Ни в смысле. Мы не можем его верить. Как мы знаем, что его хрень работает? Мы не можем их работать. Но это лучше, чем упражнение человека всю дорогу. Босс, используй волкер гир, чтобы избежать. Это твой звонок, босс. Ну вот, нам советуют либо взять волкер гир. Волкер гир, точнее. Либо мне брать. Такие вот дела. Такие вот дела. Ну, я взял лично волкер гир. Потому что, ну, не знаю. Это все-таки, как по мне, это намного лучше. Потому что, бежать и тащить его на себе, это, конечно, не труд. Тем более, что задание, скажем так, выбраться, ну, не знаю. Не было такого. Не было такого. Я начну это. Легко у меня здесь. Легустые мы б sollen так hormones. Все это ажиасство. У нас есть машинка на самолете. Я- Ух, да! Его это болит? Музыка. Да? Ух, да. Ух. 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 Ух, да? Ух. 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 Колдун, я конечно понимаю, что ты никогда не играл в эту замечательную игру Но, блин, ну как тебе сказать Это же грёбаный Снейк Если не он, то кто может таскать людей? Нет, Снейк победил! Заценит, вспомнит Такие вот дела Ну, естественно, данный Волгер можно эвакуировать Но смысла особого в этом нет Потому что он как бы автоматически будет у нас на базе впоследствии Снейк победил! Снейк победил, мы приглашали эту инспекторную инспекторную инспектору в Mother Base Это была рушь Они оказались в Сайфер's страйк force Это Эмарик, который привезли их туда Он уже был на земле уже сзади Работает с Сайфер Ну, мы резинового солдата бояться же не будем, правильно? А вот его бы следовало бояться Молчу не, убить Ой, а он за этим За вертолётом Проблема В том криво перемещается, но ладно Это ценный мешок с песком, что тебе не нравится Очень ценный мешок с песком Поэтому так и транспортируем Это то есть без вариантов, да? То есть обязательно всё-таки вот в эту точку Ну что ж Мы доставили Эмрика И всё будет хорошо Вертолёт уже спускается к нам И мы радостно уходим С этой миссией Что за Твою мать Опять ты Это не возможно Это не возможно Это не может быть активно Доктор Ты не можешь Как я думал Это настоящий Сахалантропус Ты и твои друзья Умирайся здесь Вернии Сегодня Сегодня Время Упроизводство Упроизводство И всё Надо от него сматываться, серьёзно Я думаю, ученый нас простит, если мы как-нибудь где-нибудь его кинем Ты веселый Metal Gear, очень веселый Metal Gear Знаете, что она смешная? Это не висящее пустое тело, дорогие мои друзья Это один из подопытных Так вот, самое смешное, что он нас вот здесь потерял По идее Упс Фак Смешно, не правда ли? Мы можем сесть в вертолёт Несмотря на то, что у нас Жопа Творится здесь Это маленький баг игры Но Он офигенно работает, скажу вам, друзья мои Ну что ж, стряхнём его И все его мимимишные минки тоже Пока, Metal Gear Ну я, кстати, так просто в первый раз прошёл Поэтому я решил сейчас попробовать И видите, что получилось Удивительное место, в котором он нас не видит, когда заходит за ту штуку Так, и дела Ну вот так вот Не повезло Metal Gear А, уничтожили мы его Снимаем Снимаем Это бипедалная оружие В смысле хоминидах Это Сахалантропус Как они его выполняли без меня? Мы слышим остальные в басе Снаик, как всегда Ну, как бы я вообще-то вот эти мини-ракеты уничтожил Проблема То есть то, что из него вылетало Это такие мини-дроны, которые могли бы уничтожить вертолет Но я их раздолбал раньше, чем они успели что-то сделать Такие вот Веселые дела Логика Все прошло по маслу Ранг, а это не очень высокий ранг, конечно Но я уже ушел чуть-чуть в минус Потому что стоимость поддержки, она все-таки дороговато обошлась мне И по этому заданию, как вы видите, я Баланс платежей в минус чуть-чуть ушел Чуть-чуть Но зато я сделал Полностью все задание То есть все, которые там были нужны Плюс эвакуировал кучу грузов Поэтому Я считаю, что я в плюсе В итоге Текущий героизм аж 48 тысяч Можно сказать, он прям зашкаливает А вот нам опять говорят, что Хидео Кодзима разработал эту игру Остальные были не так важны Поэтому их промотали быстро А вот Канами все дела В общем, радости полные штаны А вот такие вот Вот такие вот, ребята, пироги Почему ты спрашиваешь мне? Что я сделал? Я на вашей стороне Миллер был в контакте с Сайфер 9 лет назад Он работал с ними Он – это тратер, Снэк? Что это? Можем правильный серум? Нет Можем правильный серум О, пожалуйста По-паме guide твои Если я ост delightful Я-ка по-поречgle Ахах! Охахааааааааааааааааn Ох mas Охах! Охі... Почему? Ты сладость dan слышât Почему я? Мы все lost имин horно Что? Что? Except you. СТРЕЛЬБЫ ТРЕЛЬБЫ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...